Так, обращение к комментаторам, к ребятам, которые мне пишут, что мы во всех своих видео просто снимаем, как едим и пьём. Ну-ка, блин, напишите, что бы вы хотели видеть вообще в моих роликах, и что бы вы снимали, если бы вы занимались той же самой деятельностью, которой я занимаюсь. Мне очень интересно услышать ваши варианты. Мы снимаем свою жизнь. Влог называется, знаете, да? Влог. Вы можете посмотреть там передачу, я не знаю, пусть говорят на ютубе, или там, давай поженимся. А мы снимаем нашу жизнь. Обращение чисто к хейтерам и полухейтерам. Остальным ребятам респект Рахмед и респект Уважуха. Йоу, гайз, всем привет. Сейчас мы идём показывать Михе Кокжайлау. Ну и мне, естественно, тоже, потому что я там тоже ни разу не был. Ну и пацаны чего-то не захотели с нами идти, потому что думают, что мы очень поздно встали и придём туда только к вечеру, и типа будет уже темно и неинтересно. Но мы решили, что это лучше, чем сидеть дома весь день. И вот выдвинулись пешочком до этого прекраснейшего места. О, мы чего умудрились заметить. Вот мы из осени попали прямо в зиму. Очень нравится такой контраст. Снега, ну не сказать, что много, но достаточно. Как у нас, в принципе, бывает в середине зимы столько же. Рот пересох, немножко сложно уже разговаривать. Фу, и челюсть нёрзнет. Здесь, конечно, легковые машины нафиг не нужны. Даже такие еди проезжают. Хуже проголодался, будет сейчас есть воздушный рис. Красиво, мне нравится. Это только начало уже нравится, да. На самом деле, когда я был на Донбай в том году, в феврале, пока что это максимально самое красивое место из гор, которое я видел. Ничего подобного я ещё не встречал. Здесь тоже круто. Очень красиво. Через 150 метров поверните направо. Ваш перестой. Здрасте. Это Донбай, ребята. Попробуйте. Не пожалеете. Особенно, если вы сноубордист. Там очень классный фрирайд. Возможно, здесь он тоже очень крутой. Но здесь я на сноуборде ещё не катался. Ничего не могу про это говорить. Мы идём на Кокжи Ляу. Указатели говорят, что нам нужно идти направо. Окей. Мы точно знаем, как правильно получать кайф от жизни. Ух ты ж, ё-моё. Вот это реально кайф. Не то, что ваши пиццы с роллами. У Миши трекинговые кроссовки. Ему в этом плане чуть-чуть полегче. Миша делает весь шум совсем несложно. Я так понимаю, что дорога тут короче, чем до тех мест, которые мы раньше ходили. Но в моменте заматываешься ты сильнее. Но я думаю, это будет недолго. Мы уже визуально до равнины дошли. Оу май гад. Ваши впечатления. Я уже устал. Чё так быстро? Потому что набор высоты 500 метров. И все 500 метров идти вверх. Конечно, тяжеловато. Ещё не хватает кофе. Не хватает ускорения для добивки. Ладно, погнали. Или ты покурить решил. Распакуешь, потом будет вообще кердых. Просто ледянки. Ладно, погнали. Ну, а там не такой наклон уже, так что он. Солнце пропало. Да ну и чё. И без солнца нормально. Чё-то я рассчитывал на более простой маршрут. Ну да ладно, думаю, успеем дойти до заката. Я надеюсь, мы заднюю не дадим и дойдём до конца. Во что бы то ни стало. Фух, надо поспешить. Миша боится, что мы не успеем до захода солнца забраться наверх. Поэтому нам надо притопить сейчас и начать идти побыстрее немного. И мы с непривычки и тяжело ещё ходить в горы. Мы тоже какой, наверное, распятый ходим. Ну я лично. А Миша тут приехал недавно, он ещё не прокачал свою дыхательную систему до такой степени, чтобы нормально переваривать этот воздух. Ну мне так кажется, а там фиг узнает. Маршрут становится всё интереснее. Я девочку только узнал. Ну, пацана тоже. Короче, чем дальше, тем маршрут становится более интереснее. Растительность. Идти всё кайфовее и кайфовее. Скоро мы будем просто лететь, наверное, да? У Михаила открывается второе дыхание. Он уже идёт более быстро. И по приходу его ждёт Казинак, Кока-Кола, Хачапури. Вот так я готов пройти ещё 2 километра. Да так можно пройти 10, только так не будет. Будет, будет. Кстати, чем дальше мы идём, тем меньше нас встречается людей. Потому что я так понимаю, что не все доходят до конца. Хотя, да, маршрут сложный, естественно. Но это далеко не верист. Так что я думаю, мы должны дойти. Та-да-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-тэ-н. Та-да-та-та-та-та-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-т красотища на самом деле осталось совсем чуть-чуть потерпеть будем жрать казинайки и пить кока-колу давай михаил а главное не останавливать пойдем а треть на нас напал волк иди сюда волк красивый волк сау бьюрифу там у нас уже то ли туман то ли облака что я так понимаю мишен комплит да мишен комплит а цены говорили поздно встали мы не дойдем пока будет совать я говорил что заднюю не надо давать отсылочка к одному из моих прошлых видео помните у меня есть видео типа как поверить себя поднять свою самооценку этом говорил еще о том что нужно ставить себе много маленьких целей и все их достигать не отступая назад тем самым вас формируется привычка до доводить дела до конца и формируется вера в то что вы сможете достигать практически любые цели так вот когда мы сюда поехали сегодня у нас были сомнения стоит ли сегодня идти на как желал потому что мы встали очень поздно и нам говорили что мы не успеем сюда дойти до заката солнца но мы никого послушали ой но мы никого не послушали и вот мы здесь мы дошли до заката солнца так что ребят если вам говорят что у вас что-то не получится никого не слушайте просто верьте в то что все получится короче три миллиона лайков под этим видео и мы осуществляем восхождение на эверест с михаилом ну ладно для начала на эльбрус фиг с ним посмотрите на эту красоту я так понимаю что это туман размыливает небо и равнину да если я не прав поправьте меня и получается два таких разных контрастных цветах там же равнина или я несу чушь какую-то чё теперь можно наградить себя вот такими сладкими вещами чтобы восстановить энергию нам еще вниз и качать я думаю не сильно проще будет блин какая хорошая собачка сахар хавает а чем ты переодеваешь я могу я могу я могу я могу как видите ни о каком термобелье речь не может идти обычные мои любимые дырявые кроссовки толстовки футболки все это говорит о чем кто хочет тот делает то не хочет ищет отмазки и не ходят в города и заходишь сюда голиком прибежишь жесть надо было знаешь что взять маленькие детские лыжи вот эти синие понял маленькие такие не даже сюда влезли бы рюкзак чаб мы их нафигачили бы на ботинки вниз на этих лыжах но их раньше можно было купить в каком-нибудь спортивном магазине сейчас не знаю меня в детстве были такие кайфовые темы вообще сочетание со свежим горным воздухом прекрасно кайф тебе одиноко и слез бегут ритьем сядь успокойся расслабься запиши мой простой телефон 8 9 16 21 а три часа назад он был с кислой рожей потому что ему кто-то сказал что мы не успеем дойти до отсюда да тут куда не направь в камеру везде кайф ну ты только все порча так везде красиво ну на тот сказал дорогие друзья спасибо спасибо большое блин лома кретина ну сорян мы что-то это голову не подняли не прочитали признаем не прав что-то